Каждый работодатель перед нами у специалиста должен узнать о профессиональных навыках возможного сотрудника и как он это делает. Правильно, с помощью портфолио, так как это первый показатель возможностей веб-дизайнера. Даже непродолжительное изучение позволит понять профессиональные возможности, приблизительно определить опыт и составить впечатление о специалисте. Я расскажу вам, как правильно создавать такое портфолио. Но вначале хочу посоветовать IT-форум STF, который разрабатывался командой из 17 человек, основанной в 2019 году. STF работает на быстром заграничном VPS сервере, имеет дорогую DDoS защиту. Цель – сделать пребывание на форуме максимально продуктивным и комфортным. STF дает возможность заработать благодаря системе продажи контента, помогает изучать новые, читая темы других пользователей. Можно использовать встроенный магазин ключей, а также на нем присутствуют другие полезные сервисы. Ссылка на форум в описании к этому видео. Нужно не скупиться и приобрести подходящий домен, заплатить чуть дороже, но купить место на качественном хостинге, выбрать хорошего провайдера. Ресурсу должен быть доступ в любое время суток. Все это важно, так как сайт будет наполнен многочисленными изображениями, видео, графическими элементами и визуальным декором, что сильно нагружает сайт. Экономия на перечисленных пунктах – это потеря большого процента потенциальных заказчиков и работодателей. Создать качественное онлайн-портфолио – это не является самоцелью, а всего лишь одним из инструментов. В правильных руках такой бизнес-инструмент обеспечивает многократный прирост продаж, благодаря правильной подаче достоинств и демонстрации качества результата. Зачем вы желаете создать портфолио? Важно сориентироваться, в какую сферу вы желаете направиться. Может быть высокооплачиваемым фрилансером, сотрудником в штате крупной компании, выйти на рынок с эффектным стартапом или проводить презентации проектов. Четкая цель поможет составить портфолио более качественной и оно позволит достичь поставленной цели. Не нужно укладывать в портфолио все подряд. Акцент стоит делать на самых привлекательных и показательных проектах, которые лучшим образом помогли раскрыть творческий и профессиональный потенциал. Для заказчика важно иметь не только красивые слова, но и аргументы. Сроки сотрудничества, приобретенный результат, время разработки, улучшена ли конверсия сайта, что в ресурсе было реализовано. Актуальная информация свидетельствует о продолжении вашего развития. Если портфолио в застое, невольно возникает вопрос, работает ли еще человек и достоин ли он сотрудничества. Для улучшения портфолио нужно дорабатывать те ресурсы, что уже были размещены, добавлять примеры новых работ. В общем, портфолио обязано быть живым. Каждый проект – это ваше детище, поэтому давать имена работам является хорошей тенденцией. Имя должно быть лаконичным, приятным и понятным. Вся информация станет более доступной и открытой, так как даже большие массивы информации получают строгую структуру. При этом коммуникация с заказчиком по поводу отдельных проектов станет проще. Сразу пишите по делу и демонстрируйте суть работы. Крайне редко работодатели или HR менеджеры в компании с большим количеством персонала будут уделять много времени вступлению, длительной загрузке флэш-видео с презентацией или тяжелой страницы. Если вы специализируетесь на технологии флэш или другой анимации, постарайтесь сделать что-то необычное и впечатляющее, чтобы сразу стал ясен ваш уровень, но без фанатизма. Портфолио должно быть простым, лаконичным, быстрым и очевидным. Эти качества сделают вас не просто конкурентоспособным кандидатом, но лучшим среди соискателей. Если еще добавить простую и логическую навигацию, вас обязательно заметят. Заполучить и удержать внимание – это главная задача портфолио, учитывая, что фокус быстро рассеивается. Портфолио – это важный инструмент, на который лучше потратить время, чтобы потом он работал на вас. Еще больше советов вы найдете в статье, посвященной этой теме на сайте ITProger. Ссылка на статью приведена в описании к видео. На этом все. До скорых встреч. Пока.